Спектакль «Равель-Равель» создан на основе оперы-балета «Дитя и волшебство» и впервые был поставлен на сцене оперного театра Монте-Карло в 1925 году. А либретто создан известной в то время писательницей, автором романов, новелл и сказок-притч Габриэль Калет. Мотивами для либретто послужили знаменитые сказки Шарля Перо, братьев Гримм, Андерсена и Меттерлинка. Надо сказать, что эту прекрасную оперу-сказку ставили много раз на сценах разных театров мира, но спектакль, который можно будет увидеть в следующий четверг, действительно переносит зрителя в фантастический мир, абсолютно сказочную и волшебную реальность. Начинается все с того, что мальчик поругался со своей мамой, а мама работает реквизитором в театре. Ребенок не хочет делать уроки и всю свою ярость выплескивать на окружающие предметы. Они рукаются, и мальчик решает, что он показывает все, что он может. Он еще такой ребенок и хочет быть свободен, да, и делает бардак в театре. А в театре работают души. Оказывается, что все окружающие его вещи имеют душу. Мальчика обступают призраки, которые живут в театре. Мебель, посуда, животные, насекомые, растения – все, кому навредил ребенок, теперь жаждут мести. Они хотят показать мальчику, что у всех действий есть последствия. Напуганный ребенок в отчаянии зовет маму, но та его не слышит. И вдруг мальчишка осознает, какое зло он принес в мир и хочет сделать что-нибудь хорошее. Призраки поражены таким поворотом и помогают малышу встретиться с мамой. Ну, в общем-то, это сказка. Я думаю, это сказка для взрослых, для детей. Это сказка для всех. Это, да, такое чудо. Не менее чудесно и вторая часть спектакля – балетная постановка «Матушка Гусыня». Оперные арии исполняют известные солисты театра «Эстония» Яна Шевченко, Элина Нечаева, Хелена Лакута, Прид Вольмер. Ну, а художник-постановщик Лина Кейва-Лик – настоящая волшебница. Словом, истинный праздник для души. Лена Туровская, Петр Юлевайн. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова